Согласно данным, представленным крупнейшими книжными магазинами Эстонии, предпочтения людей в выборе книг стали меняться. Если раньше жители нашей страны предпочитали эзотерическую литературу и мистику, то сейчас вернулся интерес к художественным произведениям. Более того, первые строчки занимают эстонские авторы и местные издания. Узнаем о предпочтениях читателей у главного библиотекаря отдела литературы на иностранных языках в Таллиннской центральной библиотеке. У нас в студии Надежда Гиряк. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите для начала, как много сегодня людей ходят в библиотеку? Ведь, казалось бы, время, когда люди обзавелись электронными книгами, ридерами. Многие читают с монитора компьютера, планшета или даже телефона. Тем не менее, библиотеки по-прежнему популярны. Библиотеки по-прежнему популярны. И я скажу более, что по статистике за прошлый год у нас посещаемость значительно в разы увеличилась. Вот так вот. А как вы этого добились? Вот как мы этого добились, вы знаете, в последнее время, не знаю, с какого вопроса начать, в последнее время к нам стали приезжать делегации за границы, и с тем же вопросом обращаются к нам. Как мы этого добились? Мы здесь буквально на прошлой неделе делегации из Китая принимали, а где-то в марте месяце приезжают делегации из Франции. И мы будем делиться опытом, как же мы добились того, что, в общем-то, не совсем богатое учреждение, как библиотека, добивается того, что у нас посещаемость увеличивается. Ну, наверное, вы предлагаете не только книги, но и какие-то другие возможности проведения досуга. Вот вы, например, принесли к нам в студию такую игру, как питанг, вот эти большие металлические шары, но в студии не поиграешь, к сожалению, то есть надо все-таки на грунте делать, да, или на песке, на пляжах многие играют. Что, в библиотеке можно сыграть в питанг? А еще представьте, здесь музыкальные инструменты, гармошка, гитара, я просто не могу все это взять. Просто в сумочку в дамскую все не поместилось. Просто не поместилось, да, а это просто игра, которой я даю предпочтение. Да, помимо книг, мы выдаем на дом спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. И почему это пришла идея? Потому что, что касается музыкальных инструментов, например, ребенок выразил желание свое играть на гитаре, но родители не уверены, и сам ребенок не уверен, получится ли это у него. И для начала можно взять так же, как книгу, просто гитару из библиотеки, попробовать на ней поиграть. Фортепиано тоже можно взять? Фортепиано можно пользоваться на месте. Можно репетировать в библиотеке. А я помню, когда я ученицей, школьницей ходила в библиотеку, это было страшное место, потому что нельзя было издавать громких звуков. Библиотекари требовали полной тишины. Тут знаменитый Квеновский номер. Помнишь, ты Голусян говорил? Потому что тишина должна быть в библиотеке. И, кстати, этого требуют не столько библиотекари, сколько сами читатели, потому что действительно читатель выразил уже такое стабильное мнение, что если библиотека, то не разговаривать, вообще ничего нельзя делать. Нет, нет, нет. Так сколько посетителей-то в прошлом году было? Вы цифру не озвучили? Посетители, ну, я примерно скажу, потому что действительно там у нас есть точные данные. Прежде чем сказать эту цифру с гордостью, я хочу сказать, что никаких приписок теперь не может быть, потому что, как вы заметили, век у нас интернета, и все проходит через компьютер. Компьютер приписки не сделать. За прошлый год у нас посещение было, то есть люди, которые заходили в библиотеку, может быть, не совсем для того, чтобы почитать, но просто зашли, попользоваться интернетом, наверное, там что-то спросить, за миллион посещений. Ого! И книга-выдача, то же самое у нас, миллион двести тысяч, ну, я так очень ругляю, книга-выдача. Давайте о книга-выдачах и поговорим. Какие жанры литературы пользуются спросом больше всего? Что берут люди? Исторические справочники, может быть, художественную литературу, и если художественную, то это классика, или современные какие-то произведения? Вы знаете, художественную литературу читали всегда. Я не могу сказать, что повысился интерес или понизился интерес. Единственное, что произошло в художественной литературе, это то, что стали спрашивать литературу советского времени, то, что было популярно в советское время. Вы знаете, приходят с длинными списками, и прямо по спискам подряд спрашивают книги, художественную литературу. А на примерах какие в советское время? Ну, те, которые, может быть, Лисков, кого спрашивали, вот сейчас не приходит ни одна фамилия на ум, кого спрашивали в советское время, потом отложили на полочки, сказали, что это уже несовременно, неинтересно, там, не знаю, о любви он рассказывает, описывает очень мало, мы хотим, чтобы подробно было. А потом это все как-то ушло, вот эти все подробности перестали интересовать и стали опять возвращаться к той литературе. И не только люди пожилого возраста, но и молодые люди спрашивают. Классику всегда читали. И когда я с коллегами стала советоваться, что же у нас, какое предпочтение сказать, литература историческая, научно-популярная, и мы не смогли, наверное, сказать точно, потому что вдруг какой-то произошел всплеск интереса чтения научно-популярной литературы, справочников. Естественно, вот как вы сказали, заметили, да, едем в путешествие, у нас с собой планшеты и компьютеры, но берут книгу с собой, где есть карта. Я поехала, не знаю, во Францию, у меня взята книга с Парижем, с метро, с картой метро. И мы... Научно-популярная литература тоже стала другой, ее интересно стало читать, и есть ученые, которые конкретно этим и занимаются. Вы захватили с собой несколько книг, давайте их покажем, а вы объясните, почему именно их взяли. Это дневник слабака, честно говоря, даже не слышал о такой книге, причем на русском и на английском языке. Это русский перевод, я так понимаю. На английском языке, она, как видите, очень потрепана, потому что на русском языке выходит продолжение этой книги. Это не одна книга, это серия книг. И почему я взяла ее с собой? Потому что эта книга по книговыдаче перебила уже все рекорды Гарри Поттера. Да вы что? Боже мой, а что, о чем в ней написано? А вы откройте ее. Открой, полистай, а я пока возьму другую книгу. Вот мы говорили, что детская книга должна обязательно быть цветная. Эта книга иллюстрации черно-белые, но язык, шрифт, картинки настолько понравились нашим читателям. Давай покажем. Это детская книга. Чтобы люди представляли, да, это английский оригинал, вот такой шрифт, такие картинки, действительно, как дневник. А еще вы захватили с собой книгу Павла Басинского, о нем мы говорили в эфире буквально накануне, потому что он станет автором текста «Тотального диктанта», а Таллин стал столицей «Тотального диктанта» в этом году. Наверное, эта книга будет пользоваться особым спросом. Ну да, Леона Тедор как раз рассказывала, что это в основном критиком человек зарабатывает. Это не одна его книга, и я просто ее взяла еще до того, как узнала, что будет «Тотальный диктант» присутствовать именно этот человек, читать. Просто это один из авторов, который спрашивается и читаем, очень читаем, очень популярен. Дмитрий Быков, я не знаю, книги стали спрашиваться из истории искусства, философия, Ницше стали спрашивать снова, стали доставать и снова перезаказывать научно-популярную литературу, которая в свое время, опять же, стояла спокойно на полочках. Я не знаю, что произошло, и вдруг стали спрашивать. Не только современных, одно дело современное, вот именно классика, которая, ну, может быть, проходит ее в школе. А чтобы просто спрашивать и перечитать, я хочу перечитать «Корнеги». У вас есть, что у вас есть по «Корнеги». Здорово. Ну что ж, Надежда Гиряк была у нас сегодня в гостях. Главный библиотекарь отдела литературы на иностранных языках в Таллиннской центральной библиотеке. Адрес библиотеки вы видели на своих экранах, так что заходите при случае, получайте больше информации, спрашивайте не только книги, но и спортивный инвентарь, и музыкальные инструменты. Приходите. Спасибо вам. Спасибо большое.